так друзья всем здравствуйте один подписчик дима привет смотрев ролики в кадре с данным автомобилем а это у нас рено дастер с двигателем двухлитровым 19 года лимитированной версии просил сделать обзор на данный автомобиль я конечно вижу в этом особого смысла потому как этих обзоров очень много чуть ли не с увеличительным стеклом ребята все это делать снимают рассказать про него да потому что за год владения этим автомобилем я отвечу для себя по крайней мере на один важный вопрос купил бы я его сегодня до убил бы во первых ну начнем с того что я отношусь к автомобилям как проект кто давно на канале не все прекрасно это знают у меня есть еще один канал канал пенс на нем выкладываю на мой взгляд интересные моменты про автомобили конкретно про какой-то ремонт именно про то что интересно мне лично и того что вот чего очень мало в интернете вот поэтому там тоже много интересных роликов есть можно перейти посмотреть подписаться на канал что касается этого автомобиля этот автомобиль был куплен год назад кто на канале тот помнит что он появился в январе 23 года автомобиль был куплен взамен проданного автомобиля который покупался новым это был x-ray наш базовский с пробегом 33000 да кто-то скажет что почему зачем так как вот у данного автомобиля был пробег 90 с хвостиком да просто потому что этот автомобиль и автомобиль который был продан он вообще покупался как второй автомобиль именно для каких-то экстренных ситуаций но в основном для поездки на море на юг было много автомобилей в том числе иномарки и него шевроле это именно те автомобили которые выполняли функцию передвижения для семьи на отдых самый первый автомобиль на котором мы поехали на юг было калина калина шпом с обычным 8 клапанным мотором она тоже была практически новая на ней 8000 пробега было это было 2008 год вот автомобиль показал себя достаточно приемлемым и в эксплуатации и по расходникам но те времена были совсем другие не как сейчас по бензину самое главное очень понравился расход на нем на обратном пути когда мы ехали уже оттуда с юга у меня расход показал 5,5 на суд по потом не в шевроле было куплено обычным вековым его мотором с поставленным с инжектором но она все равно тупая то есть ты рано или поздно ты осознаешь, что пока ты ездишь на новой машине ты тешишь себя тем, чтобы у меня покатался мотор но надо подождать немножко и все равно единственным положительным моментом это ее проходимость и чувство того, что допустим, ты на дорогу на дальняк, если ты идешь ты прекрасно понимаешь что если ты куда-то съедешь на обочину то проблем у тебя никаких не возникнет с этим все автомобили, которые в нашей семье были и которые есть ни один из них не был не был продан дешевле чем он был куплен они все были проданы по более высокой цене даже с учетом того, что у них были какие-то небольшие вложения без этого нельзя эксплуатация транспорта предусматривает вложения чтобы автомобиль во-первых, радовал вас а во-вторых, чтобы он радовал людей которые его в последующем будут вот вот дальше были и японские и Ниссаны и Форд Куга на котором мы ездили три раза на после Форда вот X-Ray был куплен но он тоже в три раза или четыре даже мы на нем ездили суть в том, что продан он был с пробегом 34 тысячи километров мотор еще только обкатался и вот вопрос в том что почему как как говорят, что лучший враг хорошего возможно но меня прежде всего должно устраивать в автомобиле все а когда ты едешь на новом автомобиле ну ты не едешь фактически ты давишь на гашетку а обогнать никого не можешь да еще с учетом того что там загружен багажник полностью под крышу ну нету в нем сил нету хоть и 106 лошадиных сил мотор нету в нем той прыти которую хотелось бы поэтому и было принято решение купить данный автомобиль плюс это любовь к полному приводу потому что помимо других вот этих автомобилей которые были как бы вторыми еще была масса транспорта и в том числе было из них 8 них причем они были разные длинные длинно-базные на пятидверные трехдверные и шевроле но рано или поздно как я уже повторюсь ты просто устаешь от того что ты едешь и коптишь в потоке где-то нету прыти поэтому купил бы еще раз этот автомобиль да купил если бы Нива была хотя бы не выше даже а рядом по параметрам всем конечно бы я купил но Нива продолжает продолжает уже как уже десятилетие выпускаться в том состоянии практически в котором ее завод выпустил в далеком 73 или каком-то ошибаться что касается этого автомобиля да есть нюансы эти нюансы этих нюансов достаточно но опять же это уже личное желание человека приобретающего данный автомобиль кому интересно я конечно буду стараться говорить об этом кому интересно как он ведет себя в целом по эксплуатации по обслуживанию отвечу на все вопросы пока пока купил автомобиль повторюсь год назад мы его приобрели пока из того что сделано это были поменены расходники и вот именно в тот момент когда машина не запустилась мотор при минус 9 были поменены свечи заменив свечи она все равно не завелась поэтому пришлось затолкать его в теплый гараж через сутки через сутки лишь через сутки удалось запустить мотор и видео которое уже вышло можно посмотреть чтобы просверлив отверстие сверлом на 4 из банки просто ручьем полилась вода почему это произошло ну я думаю что это бензин последний факт того что я уже говорил видео тоже что я на дороге встал при минус 17 он просто перестал развивать мощность и работал на холостых то есть на холостых постоишь где-то примерно минут 10 за того что мотор теплый трубопроводы растают бензин пошел это опять через какой-то промежуток времени повторяется опять то же самое это заправка робот 95 у нас тут есть так причем это выявилось это именно вот с наступлением холоду в том году заправлялся там же вопросов не было то есть с января месяца прошлого года я заправлялся на этой заправке никаких вопросов с топливом не возникало что еще ну автомобиль был обслужен автомобиль был в одних руках вот что делать надо сейчас ну есть моменты можно конечно поменять диски тормозные есть небольшой износ за уже 100 тысяч с небольшим но вы понимаете я вырос в СССР вырос я в СССР поэтому считаю всегда считал что лучше это враг хорошего нас учили все делать своими руками делать хорошо и поэтому есть моменты связанные допустим с теми же запчастями которые на сегодняшний день менять просто нецелесообразно пока есть определенный допуск и заложенный ресурс для эксплуатации узлов и деталей автомобиля еще такой момент интересный может быть тоже кому-то будет на пользу купили автомобиль на нем стояла резина зимняя на дисках на литых дисках реновских на которых иногда эти машины подавались салона да и до сих пор они продаются черный диск с эмблемой Рено так вот о чем я хотел сказать что поскольку летнюю резину хозяин мне отдал без дисков как бы покупать штампы и покупать хорошее б.у. литье в принципе цена она не слишком резко отличалась удалось мне найти диски удалось найти диски от тойоты по размеру по разболтовкам то есть все соответствует как должно быть единственное там чуть-чуть вынос на несколько миллиметров побольше но это допуск заводом на коврем то есть они в допуск железных войн единственный момент я не учел то что диски-то литые зимние были прикручены болтами которыми прикручиваются и штатные штамповки а поставив тойотовский у них посадочная оказалась намного шире не придав этому значения при поездке при летней поездке на юг это выявилось причем выявилось на грани и хорошо что пришлось по дорожным условиям избавить скорость удалось определить что колесо откручено на двух болтах то есть три болта они просто по дороге открутились потом померил когда они все держались буквально там трех четырех дорожках закручивали вот потом просто купил болты длинные для лития соответствующим шагом и все проблем больше никаких не возникало вот наверное собственно и все поменял масло поменял фильтра на будущее наверное надо будет посмотреть хотя сейчас ничего не стучит соленблоки все в норме никаких посторонних звуков нет просто на будущее надо будет посмотреть как ходовка соленблоки износ втулок по лакокрасочному покрытию вообще нареканий никаких автомобилей четыре года уже пятый получается вот сейчас автомобиль был куплен в декабре 19 года ну он выпущен в декабре 19 никаких вопросов нет в целом еще раз повторюсь если бы я выбирал на сегодняшний день автомобиль именно недорожность недорожными качествами естественно веру все что на сегодня я бы хотел сказать если какие у кого-то будут вопросы пожалуйста пишите с удовольствием вам отвечу спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok